По поводу того, что готовится страна, держава, как правительство, или не готовится. Но я вам скажу так, они 22-го года не были готовы. Украина удержалась только благодаря добровольцам, волонтерам и мотивации народа, а не державам. Мы бачили, видели, какие неготованные вещи происходили в феврале 22-го года. Для примера я вам скажу, я, как мы повторили, призывался к ЦРБ Бахмутского района. И когда мы пришли на службу 25-го числа, сами пришли, то есть никаких военкоматов, ЦЦК не было тогда. В тот момент они выехали из города 25-го числа на моих глазах. Нам выдали документы, сами сложили сумки и уехали. Как и, кстати, полиция, СБУ, прокуратура, суды. 25-го февраля 22-го года из места Торецка уехали все. То есть вот так, остались люди, которые хотят защищать город и все. То есть граждане. И когда задавались вопросы, где форма? Ну мы же как бы готовились, как бы существовали эти военкоматы, ЦЦК, как они назывались. Мне ответили прямым ответом, что вся форма и все имущество находится в Мариуполе. Насколько так готовились хорошо, понимаете? В самую дальнюю точку Донецкой области отправить всю амуницию Бахмутского района. Ну, подготовка была нулевая. Я так как подписывал контракт, не помню, как это называется, еще в 2018 году. Резерв от военкомата или как-то так выглядело. И пару раз мы приезжали на какие-то собрания. Но это было просто цирк, никакой-то подготовкой не было. Никто нас не готовил, хотя по документам, это учения какие-то. Ничего не происходило. ТЦК в 22-м году работали, в 21-м, как худшее время военкоматы последних лет СССР. Войны нет, все мирное население, никто ни о чем не готовится, ничего не готово. Мы приехали 25-го числа, нас направили в Часовьяр. В помещении было 5 градусов температура, мы спали на полу. Вот так подготовили мы в мобилизационный резерв. Вот так страна дальше и живет. Есть, конечно, улучшения, благодаря помощи зарубежных партнеров, появилось. Я сейчас уже не вижу, например, в сообщениях волонтерских групп, что надо одевать, обувать, кормить. Есть другие потребы в основном, это уже автомобили Мавики, Рэбы и все остальное. То есть что-то уже сделало. Держава, чтобы забеспечить материально хоть трошки виска. А в принципе ничего же не поменялось. Те же люди, которые были, те также и работают в ТЦК. Мы видели, были свидетелями огромных скандалов коррупционных руководителей ТЦК. Миллионные доллары, какие-то имущества найдены и так далее. Мы же ничего не увидели результата. То есть мы сейчас можем представлять себе, что эти люди, которые, я имею в виду, руководители ТЦК областных, которые мы видели, как коррупционных людей, которые на миллионы долларов вытащили денег на население, они ждали, получается, отпускную этим людям. Это же десятки, сотни тысяч, которые им заплатили. И этот резерв уже утрачен. Мы же их никак не восстанавливаем назад. Мы не слышим, как проведется расследование, как возвращают, как перепроверяют эти документы, которые ТЦК выдавало на вот эти взятки, которые они взяли. Вообще тишина на эту тему. А это же все-таки сотни тысяч мужчин, которые рассчитались с военкомами. Понимаете? Это утраченные люди. И сейчас, на жаль, мы переходим в состояние мобилизации, как было в Советском Союзе, в название рабоче-крестьянская Красная Армия. То есть у нас те, кто имел деньги, очень большая часть из них уже недоступна к мобилизациям. Они или выехали за рубеж, или получили документы, которые позволяют им не мобилизоваться. Я по своей работе сейчас очень часто езжу по населым пунктам Харьковской области. Селам, деревням, ну деревням не будем говорить, селам. Нет мужчин, я их не вижу. В принципе не вижу мужчин в селах Харьковской области. Если даже критично, мне надо нанять за деньги человека на час, за хорошие деньги, я не могу найти человека, просто их нет. Прямо захожу в магазины или в мискураду и говорю, подскажите, кого тут можно найти человека, мне нужна какая-то там работа небольшая. То есть большую мы организовываем, а если... Они говорят, нету. Вот прямо, говорят, глаза, их нету. В общем, выбрали, получается, или вы, ну выехали, конечно, и выбрали людей. Я не знаю, как выходить из этой ситуации, при этом, что мы видим, что все время ситуация, которую создает держава, она скользкая. Вот мы не можем понять этот законоправие. Мы его мусолим, мусолим, какой он, что он, сколько уже месяцев идет разговор об этом, ничего не внятно, то 500 тысяч, то уже не 500 тысяч. Нет никакой конкретики. Кто занимается? Мы даже, народ Украины, даже не знаем, кто отвечает за это. Вроде бы, как это заниматься должен министр обороны. Вроде это должна заниматься исполнительная власть. Но все это как бы вроде. И, ну, как всегда, подвожу свой разговор, что у нас наша самая большая проблема в нашей стране это отсутствие неотвратимости наказания. Мы же не видим никогда наказания. Вот берут, приводят в суды, в наручниках, и результата нет. Не садится никто. Мы не знаем ни одной серьезной посадки. То есть ответственности у нас нет. А невозможно руководить коллективом, страной, я не знаю, области, если никто ни за что не отвечает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!